С моим камином первая проблема. Тяга стала плохая. Залез на крышу, прочистил трубу, но это оказалось совсем не нужным. В ней абсолютно всё сгорает. Вот с 8-метровой по длине трубы, 8-метровой, всего лишь 300 грамм сажи набралось. Это хорошо. А проблема оказалась совсем другом. Вот здесь у меня есть задвижка, и если мы двигаем рычаг вот здесь, то задвижка не поворачивается, потому что вот этот штырь, который здесь есть, он перегорел. И теперь задвижка не движется, когда мы пытаемся повернуть рычаг. Вот я здесь вижу рычаг, а задвижка, как видим, стоит на месте. Вот нужно каким-то образом её на этом рычаге зафиксировать. Вот это вертикальное положение её должно быть. И здесь я буду пытаться что-то сделать. Когда сделаю, покажу. Но первое, что я сделал, это нормальное освещение, чтобы я мог всё видеть, куда, что и как. Ну, думаю, нужно забить овость между штырём центральным и осью, поскольку... Вернее, и заслонкой, поскольку на этой заслонке есть гвоздь или остаток винта, который всё-таки будет фиксировать как-то заслонку. Ну, попробую. Пришлось полчасика повозиться с подбором гвоздей. И всё-таки я сделал там всё как нужно. Теперь видим, всё закрывается. Вот так вот ходит. И пользуюсь в другую фиксатор, чтобы труба не открывалась. Вот видим сейчас одновременно. Вот если фиксатора не будет, она ещё будет закрываться дополнительно. Вот теперь уже в другую сторону. Поскольку вот здесь фиксатор не даёт, теперь она уже тоже может открываться. Только вертикально. Больше не может. Но на этом вроде бы всё. Вот так она выглядит. Изнутри. И теперь можно укладывать назад все кирпичи, которые являются здесь термоаккумулятором. Наш камин работал с 2011 года без всяких проблем. Наш камин работал без всяких проблем с 2011 года. Уже больше 10 лет. И теперь остаётся мне только заложить вот эти все кирпичи. Они выполняли и выполняют роль термоаккумулятора. И на этом проблема будет уже решена. Ну, закрываю я это дело вот так. Здесь у меня есть кусочек зеркти. И просто на полуочку. Закручиваю. Это на случай засорения. У меня так продумано. Ну, и теперь вот то, что здесь стоит на кирпичах. Сделаю такое же колено. Только с выходом ещё вниз. В камин. Точка соединения у меня. Вот здесь. Так что без проблем рассоединю. Сделаю дополнительную трубу вниз. Порядка метра. И будет дымоход для камина. Вот такие у меня на сегодня были проблемы. Решённые. 13 июля. И клубника заканчивается. Всего 2 килограмма. Сегодня собирали и по 7. Ну, это с того участка дикая. Ну, красота. Да. Ну. Продолжение следует...